Германия, не выдержав натиска сотен тысяч беженцев, возобновила паспортный контроль на своей границе. На подобный шаг пошла и Австрия, обуздать потоки людей, прибывающих из Африки, из Ближнего Востока, стараются и другие страны. По нормам Шенгенской зоны, максимально допустимый срок ужесточения пропускного режима два месяца. В противном случае, вся идея Европы без границ будет поставлена под сомнение. Но хватит ли этих двух месяцев? Григорий Мельянов продолжит тему. Об этом предупреждали и это случилось. Власти Германии, осознав, что вот-вот потеряют контроль над ситуацией с беженцами, приняли беспрецедентное решение. Временно восстановить на своих рубежах погранконтроль. В первую очередь это касается границы с Австрией, откуда идет поток беженцев. На немецком юге уже почувствовали мощь этого потока. Только с начала месяца и только в Мюнхен приехали 20 тысяч человек. Всего же за это время в Германию прибыли более 80 тысяч, причем треть из них за минувшие выходные. Угрожающая динамика. Мы не должны позволить беженцам свободно выбирать, где они хотят оставаться. Это нормальная практика во всем мире. Пока мы вынуждены закрыть границу с Австрией. Это не решит всех проблем, но нам нужно больше порядка на наших границах. На автобанах у пограничных КПП теперь пробки, где на 3, где на 5 километров. Чтобы проводить паспортный контроль, трассы сузили до одной полосы. Вот и результат. Железнодорожные сообщения с Австрией на какое-то время вообще остановили. Потом поезда пошли, но с поголовным досмотром пассажиров на границе. Поток беженцев через нашу страну не ослабевает. Они все идут и идут через венгерскую границу. Не только едут на транспорте, но и в буквальном смысле идут пешком. Ранним утром у нас тут было 2,5 тысячи человек. По нашим прогнозам будет до 10 тысяч. Строго говоря, восстановление погранконтроля – мера Шенгенским кодексом предусмотренная. Однако чиновники в ЕС рассчитывали, что уж до этого дело не дойдет. Но вот спустя 20 лет на внутренних рубежах Евросоюза вновь появились пограничники. Стоило решиться кому-то одному, и примеру последовали другие. Так Чехия начала проверку паспортов и досмотр автомобилей на границе с Австрией. Сами же австрийцы кивают в сторону соседей из Венгрии. До нас периодически доходят слухи, что венгерское правительство хочет, пользуясь ситуацией, освободить свои лагеря для беженцев, дать всем желающим покинуть страну. Это только предположение, но мы готовимся ко всему. А венгры в пожарном порядке прикрывают свой слабый фланг – балканский. На границе с Сербией растет стена. Уже завтра Венгрия угрожает и вовсе закрыть сербскую границу. Но остановит ли это человеческую волну? Не найдется ли рано или поздно другой путь? Ведь ради того, чтобы добраться до заветной Германии и получить статус беженца именно там, многие готовы на все. Понятно, что каждый из этих людей хотел бы осесть в самой богатой стране ЕС. Стоит ли их за это винить? Это ведь не тот случай, когда едут в сытую Европу, где трава зеленей. Люди спасали свои жизни. Многие и по сей день находятся в состоянии перманентного спасения собственной жизни в лагерях для бежен. Мы постоянно боремся за выживание. Нам ведь не так много нужно что-нибудь поесть, попить, деньги, чтобы заплатить за крышу над головой. Но у нас нет даже этого. Мы не можем найти работу. Двое моих сыновей, когда мы жили в Сирии, учились в высшей школе. Мы неплохо жили. А теперь... После грубой внешнеполитической игры США на их родине царит хаос, который, похоже, США вполне устраивает. Ибо вместо борьбы с ИГИЛ, пока это зло еще не выплеснулось за границы региона, сплошь имитация. Впрочем, и европейская помощь беженцам тоже пока скорее имитация. В ЕС не могут договориться о так называемых квотах на беженцев, кто сколько возьмет. В Польше сказали, что этот вопрос намерены решать сами. А если что не так, тоже вернут погранконтроль. Во Франции призвали еврочиновников решить проблему как можно скорее, но почему-то за счет Венгрии, Италии и Греции. Создать там центры по приему беженцев. Французы вообще считают, что не найдя приюта в Германии, беженцы бросятся к ним. От правых звучат призывы закрыть немецкую границу. Власти в Берлине чуть ли не оправдываются. Временные меры контроля на границах – это не то же самое, что закрытие границ. Беженцы будут и впредь пребывать в Германию. Но мы надеемся, что это будет происходить в рамках более упорядоченного процесса. Каждый пытается свалить ответственность на соседей. А неповоротливая структура ЕС, требующая для принятия решений полного согласия, перед лицом полного разногласия буквально оцепенела. Накануне в Брюсселе безрезультатно закончилась экспертная встреча с целью сблизить позиции стран ЕС по квотам на беженцев. Сейчас идет встреча на уровне глав МВД. Но еще до ее начала никто не ждал от нее прорыва. Григорий Емельянов, Кирилл Данилов, Первый канал.